не знаю кто как а я вот просто обожаю гулять по старинным кладбищем я когда жила в москве я ездила и на новодевича кладбище гуляла рассматривала там все могилы кто что на ваганьков скам искала интересные могилы вот как-то даже знаете иногда стеснялась говорить о том что у меня вот такой вот есть интерес к старинным могилам здесь в англии так особенно вот эти вот плиты могильные очень колоритные старинные даже стерлась на них какая-то надпись можно с трудом с трудом что-то прочитать настолько мне нравится бродить здесь и каково же было мое удивление когда я услышала от какого-то журналиста довольно известного к сожалению сейчас не помню кто это был он сказал что он тоже у него есть хобби он обожает гулять по старинным кладбищем но не знаю я была этому рада думаю господи ну как хорошо ни одна я имею такую странную склонность ходить по старинным кладбищем и читать вот эти вот надгробные старинные какие-то эпитафии настолько здесь эти старые все камни это в основном в англии такие кладбища при церквях мне нравится ходить рассматривать и как-то даже знаете иногда представлять а кто здесь кто это здесь был мне кажется в англии то они вообще особенно живописны все эти камни насколько интересно посмотрите какой там опять огромный дом за забором викторианской эпохи тоже я его увидела здесь случайно и к нему не подобраться вы знаете там закрыто все иногда можно прочитать что-то вот смотрите родился 3 апреля 1775 и умер восемьсот сорок четвертом вот такие надписи вот здесь под деревом такое надгробие написано 1830 год многие настолько старые гробницы что прочитать не представляется возможным вот этот 1816 и рядом с ним намного старше не знаю посмотрите какая старая это гробница или саркофаг что-то здесь наверху тоже было написано но я не вижу попадаются вот такие малюсенькие камни нагробные то ли это дети то ли это просто такие маленькие не знаю посмотрите вот на этот шедевр ну красиво же тоже написано что-то сейчас попробую прочитать что здесь 1819 год увидела и как на этих кладбищах птицы поют слышите да грандиозно если мне кто-то опять скажет давайте нам позитив то по-моему тут особо негатива я не вижу эти уже надгробия они настолько старые что это же просто как история по крайней мере я воспринимать вот это как-то уныло не могу мне очень нравится какой-то какой-то просто веет такой стариной и тайнами а может быть даже привидениями опять вот очередной 1727 65 лет кто-то да и представляете вот ночью из этих гробниц поднимаются и ходят призраки и привидения такие растрескавшиеся конечно там кто-то выбирался наверно уже на улицу наружу выбирался и ходил здесь пугал людей вот еще посмотрите какой огромный сейчас попробую опять найти ряда то здесь нет здесь я не вижу что-то еще наверху написано если попробую прочитать а вот нашла 1813 год ну а большинство этих надгробных плит настолько старые что здесь я даже не берусь что-то прочесть они видите просто поставлены вдоль стены потому что наверное они уже даже и потеряны со своего места просто так как камни они очень долго не подвержены ничему никакому тлению поэтому их нашли и поставили что здесь какая какой год 1500 что ли нет не вижу не буду я говорить очень много старинных таких каменных плит надгробий вот так сегодня весело мы погулялись с вами надеюсь вам понравилось я обожаю ходить по старинным кладбищем английским вход калитка это кладбище посмотрите тоже насколько это все смотрится очень старым что там наверху какая-то фигура не пойму очень старое кладбище и обнесено такой же старинной стеной вот такая прогулка у нас сегодня друзья пока пока а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите мне, пожалуйста, как это понимать? Я очень долго вам рассказывала О том, что со мной случилось И когда я закончила Вот они и зазвонили колокола Как это все Просто мистика, друзья, опять Представляете? Это Какие-то необъяснимые вещи Происходят в нашей жизни Я рассказала вам И мне, аллилуйя Зазвонили колокола Ну вот так вот я о себе Остала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!